Джон Пайпер Страсти Христовы Глава 22 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы привести нас к Богу. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Первое послание Петра, глава 3, стих 18 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 13 Сам Бог и есть Евангелие. Слово «Евангелие» значит «благая весть». Итак, христианство – это прежде всего не богословие, а новость. Оно подобно радиосводке о том, что союзные войска высадили свой десант. Ее услышали по подпольному радио военнопленные и поняли, что с этого момента их спасение всего лишь дело времени. Охранники же удивляются, отчего все пленные так радуются. Но что же делает Евангелие хорошей новостью? Сам Бог. Евангелие приводит нас к Нему, иначе оно уже не будет Евангелием. Например, спасение не будет «благой вестью», если спасает только от ада, но не приводит к Богу. Прощение не будет «благой вестью», если освобождает от чувства вины, но при этом не указывает нам путь к Богу. Оправдание не будет «благой вестью», если объявляет, что отныне Бог принимает нас, но не дает нам общения с Ним самим. Искупление не будет «благой вестью», если освобождает нас от рабства, но не приводит к Богу. Усыновление не будет «благой вестью», если делает нас членами семьи Отца, но не помещает нас в Его руки. Это очень важно. Многие люди готовы принять Евангелие, и при этом не хотят принимать Бога. Желание избежать ада еще не говорит о том, что в нас бьется новое сердце. Это совершенно естественное человеческое желание, в нем нет ничего сверхъестественного. Новое сердце не нужно для того, чтобы желать психологического облегчения, отпрощения, спасения от Божьего гнева или участия в Божьем наследии. Эти желания вполне понятны и без духовных изменений. Родиться свыше не обязательно, чтобы хотеть все это получить. Даже бесы желают этим обладать. Нет ничего неправильного в том, чтобы желать Божьих благословений. На самом деле, не хотеть их даже глупо. Однако уверенность в том, что наше сердце изменилось, приходит лишь тогда, когда мы видим в исполнении Божьих обетований самого Бога и обретаем радость в Его присутствии. Вот то главное, ради чего умер Христос. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Первое послание Петра, глава 3 стих, 18. Почему в этом сущность благое вести и Евангелие? Потому что мы были сотворены для того, чтобы постоянно переживать полноту радости и счастья, созерцая Божью славу. Если источник нашей радости находится в чем-то другом, значит мы идолопоклонники и не почитаем Бога. Он сотворил нас таким образом, чтобы прославляться в нашей радости о Его славе. Евангелие Христа – это благая весть, которая стоила Богу жизни Его Сына. Он сделал все возможное, чтобы увлечь нас, пленить нас Собой. Он знает, что только в Нем одном мы можем обрести истинное и вечное счастье. Еще задолго до того, как на землю пришел Христос, Бог открылся людям как источник истинного и вечного наслаждения. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей перед лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек», говорит Псалом 15 стих 11. Затем Он отдал Своего Сына на страдания, чтобы привести нас к Богу. Другими словами, Он отдал Иисуса, чтобы привести нас к глубочайшей и совершенной радости, которую только может переживать человек. Вот Его призыв. Отвернитесь от временных греховных наслаждений и войдите в блаженство вовек. Придите ко Христу.